наступает зима на улице уже выпал снег и многие считают что мото сезон закончился но он закончился конкретно для вас но для нас они заканчиваются у нас приходят новинки и сегодня у нас на обзоре новинка 22 модельного года скутер galaxy в красном и серебристом свете встречайте я рад вас приветствовать нашем канале и сегодня я уже сказал выше на обзоре у нас скутер galaxy в красном и серебристом свете это новинки 22 года несмотря на начало зимы снежную погоду мы для вас продолжаем снимать технику летней тематики чтобы следующему году вы подошли подготовленные с новой техникой с новыми мопедами скутерами и мотоциклами а давайте теперь подробно расскажем об особенностях данного скутера подойдем ближе первое что бросается в глаза что на серебристом что на красном скутере это качество изготовления пластиковых деталей если вы можете видеть сквозь экран своего монитора скажем тогда наша камера передается то есть качество довольно таки для китайского рынка стала неплохим все детали подогнаны довольно качественно нету каких-то там непоняток с ним не смотрите отсутствие заглушек на красном они есть тут они тоже есть просто мы их пока не поставили также бросается в глаза удобное двухместное седло вот таким вот подпорчиком для водителя то есть это в принципе довольно таки интересно и удобно ты сел уперся едешь получается как бы то есть на тебя уже не скатывается второй номер ты даже если один допустим едешь условно говоря тоже может опереться и грубо говоря ехать то есть в принципе довольно интересная удобная штука и опять же также необычная для данных скутеров на сегодняшний день на 17 ноября 2021 года данный скутер стоит около 100 тысяч рублей в нем в принципе есть все что вам нужно для комфортного передвижения по городу первое это внешний вид второе это полностью светодиодная оптика мы покажем далее как она работает резина 120 на 70 12 12 колеса получается на литых дисках подножки заднего пассажира выполнена вот таким вот образом они фиксируются и можно убрать можно оставить опять же подойдем поближе тут есть вот такая полочка можно поставить какую-нибудь бутылочку с водой либо что-то еще вот такая вот заглушечка декоративная типа должен быть здесь благ также отсюда открывается бардачок под сидением бардачок так и довольно объемный сюда поместится какая-то ваша сажим сумочка какие-то вещи личные которые нужны тут же видим крышку топливного бака заливную алюминиевое основание для установки кофра багажника какого-либо не смотрите на эти царапины просто техника приходит с китая в процессе транспортировки бывают какие-то такие моменты мы вот прямо с пылу и жару для вас снимаем данную технику закроем багажник тут по моему тоже да вот это алюминиевые такие вставочки интересно красиво сделаны кожа довольно такая добротная кожа молодого дерматину сделано в принципе довольно качественно швы аккуратно и все красиво давайте посмотрим на приборную панель что на ней есть на ней мы видим первое это спидометр с одометром про вашим пробегом суточным есть датчик индикации заряда батареи и уровень топлива также включение ближнего дальнего света мы сейчас покажем как это работает вот тут видимо такую нахлобучку под цвет скутера декоративный щиток затемненный красивый интересный чтобы у вас не бликовала панель приборов вот такие вот крепежные элементы подкладки под шайбы винтики болтики под шестигранник внутри не сделаны у данного скутера передний дисковый тормоз двухпоршневой гидравлический задний стандартный барабан если мы обратим внимание на низ тут мы видим не крашенный пластик чтобы было не жалко поцарапать в условиях городских джунглей обычную вилочку стандартный выхлоп подножка соответственно есть центральная и боковая есть электро и кикстартер на данном скутере давайте перейдем эту сторону покажем где расположен кикстартер вот он такой у нас здесь органы управления данного скутера опять же стандартные то есть у нас две ручки грипсы довольно хорошие резиновые приятные на ощупь задний тормоз передний гидравлический тормоз смотрите как интересно выполнен бачок под тормозную жидкость то есть вы видите уровень жидкости если было чак не посвечивался было бы вообще интересно необычно и такого что раньше не встречали на правом пульте соответственно мы видим включение габаритов ближнего света кнопка запуска двигателя переходим к левому пульту видим также соответственно кнопку гудка кнопка включения поворотников сброс поворотников переключения ближний дальний свет мы табличка с и номером тоже закрыта заглушки я покажу как на красном установлены просто мы вот только-только со сборки его забрали чтобы вам показать давайте перейдем на красный покажем на красном это выполнено то есть вот заглушки здесь ниша под аккумулятор надо прячется то есть сделан довольно качественно ну и самая главная фишка данной техники мы по последнего года два или три не возили технику с сигнализацией сейчас у нас здесь есть брелок сигнализации который позволяет закрыть открыть данный скутер и также дистанционного запустить автозапуск давайте покажем как это сделать можно сделать на данном скутере вот такой у нас нарядный ключик значок такой аля porsche это сделано конечно ключ такой два ключа в комплекте два брелка в комплекте соответственно тут есть также кнопка блокировка скажем так замка зажигания потом таким образом открывается вставляем ключ поворачиваем заводим данный скутер скутер работает приятно двигатель уже в принципе надежный проверенный давайте покажем как работает оптика сразу а потом покажем все остальное то есть сейчас у нас не горит ничего вот так включаются дневные ходовые огоньки если вы обратите внимание они выполнены вот таком классическом красивом стиле интересном скутер смотрится сразу с ними довольно дорого интересно на дороге он будет смотреться просто ну я не знаю мне кажется даже если водитель автомобиля увидит зеркаль заднего вида такую красивую мордашку я думаю что либо захотят нас пропустить либо притормозить чтобы посмотреть что это такое едет включаем ближний свет фар ближний свет фар тоже полностью лет то есть мы видим засвет такой своеобразный свет немножко фиолетовый но стандартный цвет опять же для лет оптики проверяли вчера вечером и и светит очень хорошо я бы сказал так включается у вас дальний свет то есть вот можете наблюдать переключение ближнего и дальнего света давайте покажем как работают поворотники поворотники тоже очень интересно сделаны то есть они тоже сделаны вот такими вот красивыми элементами выполнены смотрится очень оригинально и необычно то есть скутер смотрится счет этого этих всех элементов диодных да скажем так уже совершенно на другом уровне за другие деньги а я напоминаю стоит он около 100 тысяч рублей ну и давайте плавно перейдем заднему фонарю покажем как он работает то есть здесь мы также видим наблюдаем значит диодный габарит ну да от лампочки стать а единственно что есть лампочка поворотников осталось обычная да на заднем стоп-сигнале это горит габарит сейчас нажмем на тормоз посмотрите горит тормоз то есть тормоз светит довольно ярко светит необычно интересно красиво я сказал даже двигатель пробега сами видели у скутера 0 9 моему скутер только собран двигатель заведенный работает плавно красиво на улице около минус 5 градусов интересно давайте покажем как работает сигнализация что она может то есть мы выключаем оптику глушим скутер у нас есть на брелке четыре кнопки первая кнопка это постановка под охрану так он встает под охрану вторая кнопка это снятие с охраны это паника режим паники включить можно то есть вы сидите в кафешке кушаете либо дома смотрит кто-то подошел к вашему скутеру пытается ознакомиться с ним что-то там открутить может себе нажимаете на брелок и он начинает кричать шуметь отгоняет себя недоброжелателя также он выключается как происходит автозапуск данного скутера просто двойным нажатием на данную кнопочку пожалуйста скутер завелся дальность брелка около 20 метров наверное думаю на прямой видимости может быть удаю мужик будет и больше честно скажу мы не проверяли точно также завели подходите к своему скутеру есть мягкая посадка как на многих сигнализациях ставили ключ повернули мы поехали наваливать что хочу сразу сказать я уже прокатился на данном скутере немножечко что могу сказать скутер удобен для седоков любого роста вот у меня метр семьдесят пять рост 90 килограмм веса в принципе мне достаточно места я мы помещаясь не упираясь коленями в руль мне вполне комфортно и удобно в нем сидеть давайте немножко прокатимся но напоминаю резина летняя у нас на улице снег с льдом поэтому лихачить не будем просто прокатимся покажем как он себя ведет на дороге ну вот у нас кадре появляется шлем мы вам уже говорили что рекомендуем все-таки пользоваться элементарными средствами защиты и данным элементарным средствам сюда является шлем на может я одеваю надевая его неправильно ну как уж одену давайте прокатимся и посмотрим как он себя ведет на дороге до шлем надо застегивать я это делать не буду шлифуем то есть вы видите посадка вполне удобная позволяет легко разместиться седоку ну вот что в принципе я и говорил про лед то есть чуть-чуть газу дабри докидываешь он шлифует а плавненько тронемся прокатимся я думаю на сегодня мы закончим прокат на этом скутере а то чувствую я его разложу а вы не успеете его купить ну и давайте покажем завершающий скажем так конец ролика и там перейдем собственно к титрам в данный момент вы наблюдаете в кадре 2 2 скутера интересных 1 это макси скутер квандум это новинка 21 года модельного и второй это скутер galaxy модель ряд 2022 года визуально отличие по размерам минимальный но ценник у данного скутера galaxy около 100 тысяч рублей скутер quantum стоит около 120 тысяч рублей то есть 20 тысяч рублей разница второе отличие задняя оптика обычная там мы имеем светодиодную сиденье тут у нас тряпочка такая под карбон там кожа молодого дермантина и к кожи щиток согласен до щиток приборов электронный красиво но баловство она в принципе не нужно передняя led оптика прямо космос шикарная не знаю я как бы на сегодняшний день большинство автопроизводителей ставят на свои машины оптику гораздо хуже но самый главный момент это цена 20 тысяч рублей экономии на сегодняшний день я думаю многим пригодятся ну и наверное сейчас мы вам покажем как размещаются на данном скутере два человека кататься мы не будем я еще раз говорю лед скользко вот ну и будем переходить наверное к завершению нашего ролика мы считаем что неважно где вы будете ездить на данном скутере в большом либо маленьком городе но когда вы остановитесь около кафе либо проезжая по какой-то улице увидите красивую барышню ни одна из девушек я думаю вам не откажет в поездке на данном скутере прокатимся вот так он смотрится с двумя пассажирами я думаю что вполне достойно и красиво ребят пора заказать с крутой японской техникой и потихоньку переходить на народных бюджетных китайцев ну и какой вывод можно сделать по завершении данного ролика интересное необычное красивое недорогие для сегодняшнего дня модели скутеров galaxy в красивом красном классическом серебряном цвете китайцы красавцы наконец-то качество подгонки запчастей вышло на какой-то уровень то есть раньше там реально торчало тут торчало там сейчас начали делать вещи да конечно он не стал японским скутером но и ценник у него в несколько в разы в разы я бы сказал дешевле я думаю это можно с вами прощаться а вам делать выбор покупаете вы его лишь и сейчас или весной будет стоять в очереди за ним всем пока ну и по традиции как всегда в конце нашего ролика будет послесловие что можно сказать на сегодняшний день 17 ноября 2021 года цена данный скутер около 100 тысяч рублей дорого это или дешево решать наверно вам но многие скажут ой сейчас не сезон зачем нам все это надо ребят начнется сезон в марте техники мы заказываем с китая с китая техника плывет полгода до грубо говоря сейчас плюс проблемы там с транспортным с перевозками со всем остальным если есть деньги вложите сейчас весной однозначно будет дороже пока есть такая красивая интересная техника надо брать а теперь всем пока